всем привет друзья мои и снова здравствуйте из туманного альбиона я продолжаю вести с вами свои беседы продолжаю показывать вам красоты нашего острова я немного вам покажу сейчас то что меня не удивило когда я побывала в лондоне в очередной раз ну я там была наскоком знаете поэтому ничего особенного я там для вас не снимала ну вот получилось только так что некоторые моменты которые которыми хотела с вами поделиться я их вам сейчас покажу вот посмотрите лондоне без проблем нищие бездомные спят на улицах маскал капитализма бездомные на улицах и никому не надо и дела нет понимаете как интересно да вот вам пожалуйста еще один бездомный знаете удивил меня лондон сколько бездомных люди ходят мимо и нормально еще один бездомный отдыхает посмотрите прямо в центре центре лондона и вот я показала вам вот этих вот бомжей бездомных людей которые на улицах лондона спят и сейчас все в большем и большем количестве как это не странно это все видеть не знаю как для вас для меня очень странно ну и вот вы знаете я как бы как и накаркала говорят не буди лихо пока она тихо потому что я вы знаете конечно опять попала в такую историю что в общем сама чуть не стала бомжом как я радостно провела время в португалии целую неделю я там бегала прыгала наслаждалась скакала радостное все вы видели наверное кто видел смотрит мои репортажи то там я просто излучала оптимизм и жизнерадостность ну и вот поплатилась как говорится расслабилась и на и на старуху бывает проруха как говорят знаете вот так и получилось у меня ну то есть что получилось что я уезжая в последний день собрала свои вещи у меня вещей немного просто заплечный рюкзак такой довольно внушительный но мне хватает на неделю всех этих вещей я не беру с собой большие чемоданы я уже так поняла что себе дороже таскать это все так вот друзья получилось так что у меня этот рюкзак за плечами был пока я там ходила в аэропорту фара в португалии пока я билеты все эти там стамповала проверяла проходила паспортный контроль и получилось так что я конечно следила все только за своим английским паспортом потому что знаю что с паспортом мало ли что случись могут быть проблемы потом его возобновлять для меня сейчас все это сложно и я за паспорт тряслась конечно а больше что то я как-то абсолютно не подумала что надо же еще и за кошельком смотреть что вы думаете я прилетаю в лондон в аэропорт станстед у меня нет обратного билета до моего острова на руках я его не купила как обычно я покупала всегда ретон тикет то есть туда и обратно а тут я подумала да господи приеду и куплю ну вот и получилось так что я подхожу покупать билет обратный он там стоит порядка 35 фунтов не так и дорого ехать 4 часа на автобусе потом же еще и фэри вот это я пересекаю канал и я дома я подхожу заказывать билет открываю свой рюкзак начинаю искать кошелек ну их кошелька нет вы знаете со мной конечно такого никогда не случалось я так сначала даже не поверила я стала все вообще вытрясивать из этого рюкзака опять рыться но рюкзак один-единственный больше не где мне где мне смотреть в общем так я поняла что мой кошелек лежал вверху в рюкзаке и кто-то благополучно у меня его украл и скорее всего в португалии потому что в англии по моему все таки такого вот вот он но не случалось поэтому наверное я и расслабилась вот так ну и представляете что потом произошло я без денег я ни одной карточки все мои пластиковые карточки короче которые были мои водительские права там по моему карточек у меня пластиковых даже еще и российские были которые я вот открыла короче в общем все буквально все и у меня там еще и наличка потому что я на всякий случай с собой наличку беру и я уже как бы жила экономно довольно таких португалии экономила даже вот и не покупала то что и хотела себе купить это вот вообще конечно жуть короче сэкономила у меня там было чуть больше 100 евро еще кэш наличкой в общем и что получилось потом я стала объяснять конечно же сразу там на касте говорю ой вы знаете а что мне делать вот я только сейчас обнаружила что у меня пропал кошелек но они пожили пожали плечами а что мой говорит идите в полицию что мы можем сказать полиция оказалась довольно далеко от аэропорта я шла уже время 11 часов ночи я прилетела вернее было 10 30 пока то дать суд до дела вот уже 11 почти и мне бы надо на последний автобус успевать как я и хотела успеть на последний автобус и все бы было нормально но вот видите вот так сама себя наказала я пришла в полицию в 11 часов все двери закрыты звонила звонила стучала стучала кое-как там кто-то проснулся вышли я говорю так и так вот меня обокрали ну где обокрали кто обокрал рассказывайте время место и и координаты я говорю я даже вы знаете не знаю но в общем они говорят если вы не знаете где то мы не можем взять рапорт ваш потому что как это можно если вас португалии вообще обокрали то причем тут мы в общем как бы взятки гладкие с английской полиции они по пожимали плечами сказали извините извините не знаем чем вам помочь я говорю но что же мне теперь делать так может быть как-то вот у меня вот все таки же паспорт на руках может быть вы мне как-то запишите мой адрес и как-то в кредит что такое дадите там я не знаю ну что мне делать мне надо билет покупать я же не могу даже уехать но они сказали нет мы это ничего не знаем у вас же наверняка здесь есть семья у вас наверняка здесь есть друзья давайте звоните им договаривайтесь все я стала звонить конечно же мартину кому еще до него и дозвониться не смогла я позвонила еще одной своей знакомой не так много у меня знакомых скажем так друзей то здесь вообще нет друзья все в россии а знакомых не так и много чтобы звонить в 11 ночи вот так вот с такими просьбами представляете в какой я оказалась ситуации вот когда я вот это вот все подумала себе что я получается в этой стране вообще одна у меня наста у меня во первых мало того что такая неприятность вот эта вся паника и еще при том на меня просто накатила вот какое-то состояние истерики вот мне хотелось просто рыдать со мной такое конечно редко бывает я подумала боже мой я приехала в эту страну кто меня здесь ждет кому я здесь нужна и вот ладно что этот кошелек у меня украли а если бы что-то случилось более серьезное со мной если бы что-то вдруг мне стало плохо или что представляете как трудно жить одной хоть и говорят что да замечательно но нет одиночество это ужасная вещь хотела выйти здесь с вами на побережье но оказалось все закрыто это опять правило территории не получилось выйти на берег так что вот друзья мои представляете как я бывают вещи неожиданно можешь и сам оказаться вдруг бомжом ночующим на улице вот я была почти на грани этого вот может быть не знаю поймете вы или не поймете мое состояние когда я поняла что в общем-то помочь на мне некому в этой моей проблеме хотя ну что тут господи какие-то я не знаю 30 40 фунтов это сколько будет на русские деньги три с половиной пищи как-то так ну не знаю не ахти и деньги скажем так в общем получилось так что я проревевший там уголочки просидела всю ночь в этом аэропорту подумала что ну куда я сейчас что я сейчас пойду уже утро вечера мудренее может быть утром я что-то придумал другое ну и наступило утро меня с больной головой пошла опять смотреть что же мне делать я увидела там информация у них на работа такая стоечка где справки все дают и все смотрю там девушка сидит такая миловидная никого же нет еще 6 часов утра я подхожу к ней опять стала все это ей рассказывать свою историю достала паспорт показываю но у меня еще билет слава богу был который как раз вот я ехала туда в португалию я ей показала вот так и так говорю что мне делать может быть вы сейчас запишите мой адрес фотографируйте сканируйте мой паспорт что я вам все надо мы верну как только я приеду себе домой ну и девушка конечно вот единственная она оказалась ну вот такой сердобольный скажем так она конечно так как-то долго думала минут 20 размышляла куда-то ходила ну и в конце концов сказала что ладно хорошо я вам дам я куплю билет вот дам вам деньги помогла мне этот билет купить там нашла получилось 35 фунтов и я конечно записала все ее данные я вот течение наверное потом полудня потому что там она мне как-то немножко неудачно купила билет но слава богу хоть такой купила как говорится что мне тут уже я добралась до дому почти двое суток пробыв вот в такой вот жуткой ситуации и вот я когда там сидела всю ночь не спавши размышляя о своей жизни было время подумать да и вот это вот как там помните героиня с легким паром говорила что вот я прихожу домой сажусь на кресло начинаю себя так вот пока я сидела там ночью не спав размышляя о своей жизни что вообще происходит со мной как я могла как говорится потерять во первых этот кошелек или что там произошло до сих пор не знаю но даже дело не в этом а в том что вот в такой ситуации я оказалась впервые и я поняла что вот если что-то не дай бог будет серьезное дело так вот я подумала когда сидела там ночью а чтобы было вот из такой ситуации если бы я оказалась в россии в аэропорту допустим москве мне бы кто-то помог вот без денег а только с паспортом я кстати даже не смогла себе ответить на этот вопрос а вот вы как думаете это только здесь оскал капитализма что оказалось что никому я не нужна и слава богу только что попадаются вот такие вот частные люди и вот так в частном порядке могут помочь полиция не помогла никак а вот интересно москве или в каком-то другом нашем российском городе вы не попадали в такую ситуацию что там в таком случае тоже если нет у вас родственников то вы оказываетесь бомжом интересно мне было бы послушать вас вы знаете какие то такие подобные случаи и что происходит с людьми если вот человек в москве потерял все деньги у него нет денег на билет мне так даже знаете что кажется что у нас там москве во первых столько этих попрошаек которые любыми там способами деньги выманивают у людей да что уже доверия нет никому и вообще не знаю полиция помогает таких случаях или нет но друзья такая случилась со мной оказия слава богу что я смогла из нее выбраться более менее я этой девушки конечно там письмо написала благодарственное на работу написала ей она работает живут работала в этом аэропорту работает отправила эти деньги сразу же как только приехала и до сих пор я вспоминаю добрым словом сара девушку зовут дай бог ей счастья как говорится во всем и удачи вот такая сегодня у меня для вас грустная история вернулась ну и думаю что у вас все в порядке друзья а увидимся вновь всего вам доброго берегите себя удачи а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok